Варваре Красе пророчили великое будущее в мире советского кинематографа, но после окончания ГИТИСа актриса вышла замуж за моряка дальнего плавания и посвятила жизнь семье. Блистать на экранах телевизоров у Клюевой уже не получалось. Артистке пришлось работать на рынке, в таксопарке и бюро знакомств. Стас Садальский рассказал, как живет Татьяна Николаевна в последнее время. По его словам, дела у актрисы идут неважно. На Клюеву то и дело сыпятся удары судьбы, супруг погиб, а единственный сын выставляет на улицу. Последний год она живет в аду, муж умер от ковида, а сын превратился в животное. Во всех интервью он трясет медалями и боевыми заслугами. Ореол мученика-героя, честь которого порочит мать с мнимой деменцией, сияет очень ярко. Вокруг его пьедестала жирный меловой круг, который даже мамин гроб не прошибет, пишет он. Садальский пояснил, почему он считает Яна Гагина нечестным человеком. По его мнению, хороший воин не равно герою в мирное время. 71-летний актер признался, что помнит метаморфозы, происходящие с некоторыми солдатами. Награжденные орденами бойцы возвращаются домой и начинают вести аморальный образ жизни. Сын ее сейчас похож не на защитника Отечества, а на Шарикова, который на Колчаковских фронтах ранен. Наташа Варлей говорит, что Таня падает духом, стала сдавать сердце, негодует Станислав Юрьевич. Он также отметил, что 1 декабря 71-летней Татьяне Клюевой предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Решение врачей поставит жирную точку в судебной тяжбе между сыном и мамой. Позор, страшно и стыдно, говорит Садальский. Напомним, Татьяна Клюева переписала свою квартиру на кровиночку. Жилье досталось семье от бабушки и звезда советского кино решила отдать ее, чтобы у Яна была крыша над головой. Однако этим мужчина не ограничился. Сейчас мама судится с собственным ребенком из-за недвижимости и накоплений. Угрозы были страшные, что я сдохну за решеткой, что оставит меня нищий и бездомный, делится трагедией актриса.